В сегодняшнем видео я с вами поделюсь информацией о том, как накопить средства и посоветую вам по поводу кредитования. Во-первых, когда я работала, меня всегда удивляли люди, которые говорили, кто-то хотел, чтобы зарплата была раз в месяц, кто-то был за то, чтобы давали аванс, потому что они не могут распланировать свои финансы, и к авансу у них уже оставался ноль. Причем это не зависело от размера зарплаты. У меня была тоже не супер-пупер большая зарплата, но мне было и сейчас, мне все равно. Дают мне средства раз в месяц, или дают мне средства два раза в месяц, или хоть каждую неделю, хоть каждый день давайте. То есть я умею планировать свои финансы так, что я могу и отложить средства, и потратить, либо собрать на какую-то покупку большую. Для меня это не проблема. То есть мне не важно, как вы будете выдавать мою зарплату. Все равно эта сумма будет одинаковая. И вот многие люди, меня это всегда удивляло. И многие апеллировали тем, что у них небольшая зарплата, и как бы не хватает до зарплаты. Но я говорю, у меня скучат примеров, когда люди получали еще меньше и умудрялись как-то покупать какие-то крупные вещи. Потом говорили, о, говорят, у них денег нет. А на самом деле они совершают какие-то большие покупки. Я тоже отношусь к таким людям. Я практически никогда не беру кредит. Единственный раз в жизни я брала кредит на жилье. И я эту тему чуть-чуть подальше, более расширенно вам расскажу. Что касается накоплений. Просто люди не умеют тратить и копить деньги. Во-первых, вы должны определиться, если вы хотите накопить деньги. Не обязательно на что-то. Просто, чтобы у вас всегда были средства-заначки. То есть я всегда собираю средства даже не на что-то, а на непредвиденный случай. То есть, возможно, какая-то болезнь. Ты можешь остаться без работы, чтобы у тебя не было такого, что у тебя нет совершенно денег. То есть всегда должен знать, что где-то у тебя есть какая-то такая небольшая подушка безопасности. Вот, например, у меня сейчас период. У меня проблемы с документацией на работе. И мне не платят сейчас уже месяца три. Но я как-то не страдаю, потому что у меня был запас средств. Я сейчас ими пользуюсь. Я знаю, что вот такого-то числа мне отдадут эти средства. Я опять пополню свой запас и оставлю какую-то часть на расходы. Поэтому я всегда советую вам разделить сразу ваши финансы на те, которые можно тратить, текущие расходы. И те финансы, которые нельзя трогать ни при каких обстоятельствах. И потом, когда достаточно накопится какая-то сумма крупная, вы уже оттуда можете взять и потратить на какую-то крупную покупку, при этом оставив какой-то запас. Потому что все мы живем. Допустим, раз сломался холодильник. И не идти его покупать в кредит и опять влазить в долги, и жить в минус, а жить в плюс. То есть вы имеете какой-то запас, и вы пошли, сняли свои деньги, и купили холодильник. Потому что все эти деньги вы расходуете каждый день просто так. Поэтому нужно всегда иметь счет дебетовый в банке. Не только зарплатную карту, но и открыть, как раньше говорили, сберкнижку. Не обязательно в сбербанке, в другом каком-то банке, который вам нравится. Сейчас все вклады до миллиона, по-моему, уже повысилили. Застрахованы. Поэтому риска никакого нет. Смотрите, какой вам удобнее. Или даже в том же банке, где у вас зарплатный проект, например. Так даже мне, например, удобнее, что в том банке, в котором у меня зарплата, я завожу всегда дебетовый счет. И на него зарплатные карты каждый месяц откладываю какую-то сумму, которую я могу себе позволить отложить. Вы должны открыть дебетовый вклад под проценты. Желательно открыть такой вклад, который вы не могли бы снимать какое-то время. Вы могли только пополнять. Если у вас, как говорится, деньги руки жгут. Не можете не тратить средства. Есть такие люди, которые получают зарплату, уже думают, как бы ее быстрее потратить, на что ее потратить, распределить полностью все до копеек. Каждый месяц вы откладываете туда на этот вклад определенную сумму. И у вас еще на эту сумму будут начисляться проценты. Желательно подключить еще банк электронный. И по интернету смотреть, следить за своими финансами. У вас тогда проявится азарт накопления, азарт увеличения дохода своего. Сколько вам процентов начислили, сколько еще начислят. И это подстегнет вас к тому, чтобы накапливать средства. Еще важный такой момент. Если у вас есть сейчас долги, вы в какой-то кредитной такой яме, если по-русски высказаться, то никогда не берите кредиты для того, чтобы погасить предыдущие кредиты. Вы увеличиваете свой долг в разы. То есть гасите, во-первых, те кредиты, которые вам осталось гасить еще много времени. И только в последнюю очередь гасите те кредиты, которые осталось вам гасить немного. Месяц, два, три. Не старайтесь быстрее погасить те кредиты, которые у вас уже заканчиваются. Потому что вы в основном гасите только свой основной долг. Большая ошибка, что вы гасите те кредиты, которые у вас уже заканчиваются. Вы досрочно стараетесь погасить и закрыть. И думаете, что тем самым вы улучшите свое финансовое положение. Но на самом деле вы оставляете те кредиты, где вы платите больше в своем платеже проценты банку, чем гасите свой основной долг. Поэтому всегда старайтесь досрочно гасить те кредиты, которые вы взяли недавно. И которые являются наиболее крупными. А мелкие кредиты, которые у вас осталось платить несколько месяцев, вы уже платите так, как есть. Там уже вы ничего не выиграете. А только эти финансы на эти деньги, которые вы могли закрыть более крупный кредит, вы сокращаете свои процентные ставки, переплату по этому кредиту. Также, когда вы берете кредит для того, чтобы погасить другой кредит, у вас, например, кредит по 20%. Вы берете другой кредит по 20%, чтобы, допустим, под 10%, ну, образом говоря, конечно, таких процентных ставок сейчас нет. И думаете, что вы гасите кредит под 20%, кредитом под 10%. На самом деле вы попадаете в кредит под 30%, 20 плюс 10. Это может быть не сразу просто понять человек, который не сталкивался с кредитными, кто не работал в кредитной организации. Но это действительно так. Так как сначала идет процентная ставка на весь ваш основной долг. И в платеже в основном идут проценты. И только маленькая часть погашает ваш основной долг. И брать кредит, чтобы гасить предыдущий кредит, очень невыгодно. И я вам этого делать никогда не советую. Я работала кредитным экспертом и принимала решения по выдаче кредита. То есть оценивала платежеспособность клиента, проверки всякие и так далее. И если у вас есть какая-то просроченная задолженность, задолженность, которую вы не погасили или погасили с просрочками, это все отражается в кредитной истории. Вы можете взять выписку своей кредитной истории раз в год бесплатно в любом банке. Редактор субтитров А.Семкин